Бегом марш! Каждую субботу эти менеджеры, врачи, предприниматели, а еще школьники и пенсионеры выстраиваются на плацу. После пробежки и разминки – полоса препятствий. Первая такая тренировка на базе батальона «Харьков-1» состоялась два месяца назад. Тогда желающих научиться самообороне, обращению с оружием и обезвреживанию террористов набралось около десятка. А уже на следующее занятие людей пришло в пять раз больше. То, что такой курс харьковчанам, которые уже больше года живут в опасной близости от линии фронта, не помешает, решили общественные активисты. За помощью обратились к добровольцам. Харьков вообще непростой город в плане патриотизма и организации обороны города. Мы, скажем так, добивались долго и нудно. Благодаря, наверное, тому все получилось, что многие ребята из Харькова-1 в свое время начинали с громадской самообороны. Когда была так называемая «руцкая весна», мы, собственно, с этими ребятами плечом к плечу стояли. Когда было противостояние с тетушками. Был самообороновцем, стал добровольцем и инструктор Константин. Ювелир с 20-летним стажем, когда пророссийские боевики начали войну на Донбассе, сменил ювелирные инструменты на оружие. Проводить ликбез для гражданских специально приезжает с блокпоста, где несет службу. До того, как случилось все это, до моего прихода в батальон, я занимался страйкболом серьезно. Я был командиром команды достаточно большой. Были на соревнованиях, занимали первые места, поэтому какое-то представление о тактике и какая-то минимальная физическая подготовка у меня уже была. Придя сюда, могу сказать, за два месяца подготовки здесь, как только был создан батальон, я скинул 20 килограмм. Поэтому, могу сказать, гоняли нас здесь очень серьезно. Практически каждое занятие в группе присоединяется один, а то и несколько новичков разного возраста, разных профессий. Александр Крупский – частный предприниматель. Резервисты записаны. Хочу, если вдруг что, защищать свой город, свою страну. Между поездками в зону АТО тренируется и волонтер Сергей. Пока находится в резерве, а такие занятия, говорит, помогают держать себя в тонусе. Больше года мужчина регулярно возит помощь на передовую. Очень часто военные говорят, хочешь там, ну, что-то хотят отблагодарить, говорят, ну, чем его то? Хочешь стрельнуть? Вот. Но так как у меня есть как бы настрел, стрелковая подготовка, говорю, мне неинтересно. Говорю, вы противотанкисты, я говорю, я не хочу стрельнуть из пушки. Я хочу, чтобы вы меня научили стрельнуть из пушки. Говорят, ну, легко. В следующий мой приезд, я поступил в распоряжение командира расчета. Вот. И шесть часов с товарищем мы оборочали противотанковую пушку. Наравне с взрослыми набегает километров, сбирается по шинам, разбирает и собирает автомат. И 12-летний Егор от папы не отстает, а кое в чем и перегоняет, говорит отец школьника Юрий. Ребенок подрастает, должен расти мужиком, должен уметь себя защитить, там, родителей, там, родственников, ну, и родную землю. Вот так. Ваша изначально была мотивация? Ну, выбора немного. Если расчеты попрут, то или убегать как шмошник, или вести себя достойно. Кроме достойного, надо грамотно вести себя. Вот, тренируемся. Ну, я думаю, что нужно тренироваться, поддерживать форму и, ну, в случае чего уметь обращаться с оружием. Записавшимся на курсы дают и теоретическую базу, основы права и психологии. А вот практики, рукопашному бою, стрелковой подготовке, тактики учат бойцы, которые побывали в горячих точках и имеют за плечами реальный боевой опыт. По легенде, несколько террористов захватили это с днем и взяли группу заложников. Задача бойцов незаметно приблизиться к постройке, проникнуть внутрь, обезвредить боевиков и, главное, не допустить жертв среди мирных. При этом счет идет на секунды. Для того, чтобы присоединиться к учениям, ждать нового набора не обязательно, отмечают у батальоне. Но нужно иметь свое обмундирование и снаряжение. Пожалуйста, мы всегда открыты к общению. Считаем, чем больше людей будет проходить обучение, тем лучше. Сразу скажу, что все происходит в рамках закона, в рамках максимального обеспечения безопасности людей. Есть тоже цель. Нам это подспорье, не только нам, а нам и вам, как жителям города, как гражданам своей страны, это подспорье в обеспечении безопасности. Люди, которые выдержат все тренировочные испытания, смогут позже присоединиться к патрулированию города и охране массовых акций, надеются в Харькове-1. Вопросы есть? Слава Украине! Город слава! Алена Сорока, Александр Проценко, Агентство телевидения новости.